Во второй Архангельской поликлинике затянувшийся ремонт делают его в детском отделении. Маленькие пациенты и родители терпят неудобства, а руководству учреждения пришлось сегодня терпеть большую ревизию. Алексей Карельский о результатах проверки. С июня прошлого года мы вплотную занимаемся ремонтом внутренних помещений, также поэтапно. Сначала один этаж, потом второй, потом следующий. Со стороны это может показаться приемкой работы. На самом деле депутаты Архангельской городской думы посетили детское отделение второй поликлиники, потому что получили жалобы от населения. Поводом как раз и послужил ремонт учреждения. Мол, шумно, пыльно, рабочие носят стройматериалы мимо пациентов. Впрочем, многие относятся к ситуации терпимо. Грязно было, да, дело пыльно, а что делать? Ремонт. Мы очень часто посещаем поликлинику, и вот с лета ведется ремонт, в принципе, нам это не мешает. Комиссия Гурдум по вопросам социальной политики осмотрела обновленные помещения, пообщалась с медперсоналом, посетителями и подрядчиками. Велись разговоры с подрядчиком о том, чтобы основные работы, особенно которые мешают посетителям, проходили в вечернее и даже в ночное время. Но также мы видим, что, наверное, можно было предпринять какие-то еще шаги со стороны медицинского учреждения для того, чтобы минимизировать эти неудобства для посетителей. Или, может быть, больше разъяснительной работы, информация о том, до какого времени эти работы будут проводиться. Руководство поликлиники со своей стороны уже поработало над разведением потоков пациентов тем, чтобы особо шумные и грязные внутренние работы проводились в том числе в выходные дни. Обещают медики учесть и рекомендации народных избранников. Конечно же, мы постараемся минимизировать те неудобства, которые сейчас возникают для посетителей. Постараемся увеличить пропускную способность за счет каких-то других средств или мероприятий. То есть все будет сделано. Внутренние работы должны быть завершены к 28 ноября. Впрочем, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики Александр Афанасьев считает, что с окончанием ремонта проблемы поликлиники никуда не денутся. Она морально действительно устарела. И как бы мы ее не ремонтировали, она уже не может обеспечить тот объем посещений, тот объем детских обращений, которые на сегодняшний день в городе существуют. Городу необходима новая поликлиника, новые площади, которые соответствуют новым требованиям, строительным, медицинским всевозможным. Соответствующее обращение депутат собирается направить в профильное региональное министерство, а также федеральные структуры. Алексей Корельский, Ольга Красулина, Регион 29.